Всем-всем огромный привет! Сегодня я хочу с вами поделиться своей огромной находкой. Это в миллион раз лучше, чем косметика. Те, кто дружит со мной в Инстаграм и во всех социальных сетях, знают, что некоторое время назад, а точнее три дня назад, я нашла котенка. Когда я гуляла с собакой, обычно я гуляю возле озера, потому что мы живем возле озера, мне удобнее за ворота выйти, озеро, и в общем я иду, и она идет. И когда мы с ней проходили мимо одного огорода или там сарай, я не помню, что там точно было, или сарай с огородом, я услышала, что кто-то мяукает. Обычно вот эти вот мяуканье кошек очень похоже на крик чай, поэтому я очень долго стояла, слушала и думала, интересно, кошка это или чайка. Я погуляла с собакой, в общем, ходила там, ходила, думаю, нет, заведу собаку, пойду посмотрю. Мне пришлось лезть в другой двор, потому что это было в другом дворе от меня через забор, и я обнаружила там котенка. Ему, наверное, где-то три недели от роду, только недавно открыл глазки, потому что у него еще взгляд такой немного мутный, знаете, как будто у него пелена какая-то на глазах. Но я настолько умных котят в таком возрасте не видела. Видно по нему, что он очень, ну, как бы он так рано остался без мамы, поэтому ему очень много приходится как бы самому... Мне, честно, знаете, мне было так жалко, потому что когда... Я очень тепло отношусь к животным, и в каких-то моментах даже гораздо лучше, чем к людям, потому что животные беззащитные, их каждый может обидеть. И когда, в общем, я увидела, что он сидит под кустом, было видно, что он напуган, что ему холодно, я, конечно же, сразу взяла, мне пришлось сходить еще раз домой, потому что я боялась его трогать руками, так как он все-таки, ну, уличный. Я думала, что мало ли он кусит, заразу какую-то занесет. Но когда я принесла свитер, перчатки, в общем, я смогла его взять, положила в корзинку и отнесла сначала на огород. Там он у меня побыл, я снимала видео оттуда, вы видели, что я там как бы вас с ним знакомила. Потом я его оставила там, но как-то мне так было неспокойно, потому что я все-таки решила забрать его домой, намыла. И потом мне мама сказала, что правильно, что ты ее забрала, потому что ночью заморозки, и она бы без мамы не выдержала. Просто если, например, она на улице с матерью, то они все там прижимаются друг к другу, им тепло и как бы, ну, меньше вероятности, что они погибнут, чем когда на дно. Действительно, я на утро встала, был иней, и ночью было минус 2 или минус 3 градуса. Я думаю, чтобы она просто не пережила. Вы не представляете, насколько это умный котенок. Она ходит в туалет сама. Я сегодня обернулась, как бы, я, ну, как бы приучивала ее к лотку. Значит, если вижу, что она бегает, сую ее в лоток, она убегает, я, значит, сую ее опять. Но когда я сегодня обернулась днем, ну, вот я днем стояла, там что-то перед окном расчесывалась, я что-то делала, слышу, она затихарилась, поворачивала, она сидит в этом лотке сама, без всякого принуждения, она поняла, что туда надо ходить. Она очень умная, очень благодарна, она постоянно обнимается, целуется, приходит. Но она еще, она научилась на диван залазить. Она придет вот сюда, мне ляжет и сидит у меня здесь. Песенку мне поет, постоянно поет песни, но у нее что-то с голосом, потому что она, видимо, так кричала, что у нее практически совсем нет. Также у нее и сопельки, и кашляет она. Сейчас Женя приедет, если я не отдам ее до этого времени, я обязательно вызову домой ветеринара, чтобы он пришел и посмотрел. На вид она, в принципе, здоровая, единственное, что нос весь у нее покорябанный, и по всему телу у нее какие-то ссадины, потому что, видимо, коты гоняли ее. Потому что, если вы не знаете, то коты, когда очень ревнуют кошке, они могут даже задрать. Я уже несколько раз знаю, как бы, и слышала о таких случаях даже от своей тети, как она кинолог вообще, она занимается собаками, но кошек она тоже подкармливает, часто они у нее и дома бывают. И вот она говорит, что несколько раз уже кошка приносила мертвого котенка, задранного именно котами. Ну, а сейчас чего там томить, я сейчас вам покажу, как она выглядит. Я думаю, что те, у кого нет социальных сетей, тоже, наверное, будет интересно. Если у вас будут какие-то вопросы, ваши пожелания, я с удовольствием выслушаю их в комментариях. Сейчас, в общем, я ищу ей хозяев. Если я не найду, если это девочка, я, возможно, оставлю себе. Но если мальчик, я не смогу оставить себе, потому что у меня все девочки. Так что вот, увидимся в следующем видео. Пока! Смотрите, вот она моя радость сегодняшнего и позавчерашнего дня. Единственное, не могу я определить еще кто это, мальчик или девочка, но это не так сейчас важно. Очень классный. Он такой ласковый, он мурлычет, постоянно песенку поет. Нос у него весь в ссадинках, хотя ссадинки только вот и вот. А вот эта верхняя, это родимое пятнышко у него, родинка. В общем, потрясающий котенок. Так, сейчас я ищу для него хозяев. Надеюсь, что найду кого-то из моего города, потому что очень много желающих Сталина. Ну, мне проще было бы отдать его здесь, чем везти. Но если не найду, то, скорее всего, наверное, тогда я повезу в Таллин. А если и там все-таки не найду, то если это девочка, оставлю себе. Если мальчик, то, конечно, буду все равно искать, потому что у меня все девочки. В общем, знакомьтесь, вот такое у меня чудо сейчас дома. Я просто, знаете, как на крыльях порхаю. У меня есть такое ощущение присутствия в доме ребенка, пусть не человеческого, но животного. Но все равно это ребенок. Их так легко обидеть. Вы даже не представляете, какой же он вообще жалкий. Сидел под этим кустом возле этого сарая. Так мне было жалко. Ну, просто невероятно. Вот, постоянно зевает. Он выбрал себе эту шкуру, постоянно на ней спит. Она, видимо, ему маму напоминает. Он уже мыться вот сам научился, хотя до этого не умел. Ну, вот голоса что-то нет совсем, потому что три дня так он кричал. Еще и дома у меня один почти день целый все время кричал. А сейчас ему вообще он, наверное, ну, как бы поздоровее стал. И меньше его мучают всякие проблемы. Поэтому он такой довольный. Котенок. Так что вот, девчонки. Надеюсь, мы вам понравились. Даже пусть с таким носом.